Добрый вечер, друзья! Продолжаем чтение книги о богослужении. Глава «Обряды и обряды. Одна вера. Разные обряды». Бог один. Один и закон его православной веры, хранимый в богослужебном обряде и законе молитвы. Но можно ли заменить закон веры законом молитвы? Можно ли верить в обряд, как мы верим в Бога? Можно ли допустить, чтобы закон молитвы тоже был одним единственным для всех времен и народов? Понятное дело, нельзя. Мы с вами видели, как живет и развивается богослужебный обряд прямо на наших глазах. Тем более понятно разнообразие обрядов церкви в разных стран и эпох. При условии, конечно, что эти обряды остаются православными, что они содержат один и тот же закон веры. Но понимание это, очевидное для церкви, пришлось выстрадать в долгих и трудных испытаниях. В XVII веке при царе Алексея Михайловича возникла необходимость исправить ошибки и неурядицы, накопившиеся в богослужебных книгах и церковных обычаях. За дело тогда взялись с избытком рвения при недостатке знаний, ресурсов и здравомыслия. И встретились с сопротивлением среди части верующих. Почему надо реформировать обряд? Почему при крестном знамени надо складывать три пальца, а не два, как раньше? Возник церковный раскол. Недуг, которому суждено было терзать Россию больше трех столетий кряду. Патриарх Никон, возглавивший поначалу церковную реформу, понял, что взят неверный курс, но остановить процесс оказался не в силах. Никон был оклеветом, не зложен и умер в заточении, а раскол продолжался и углублялся. Недовольные отложились от церкви, последовали проклятия на несогласных с реформой, а власти стали применять к ним карательные меры. Так в России образовалась большая группа так называемых верующих старобрядцев. Заметим, что староверы – ложное наименование именно потому, что конфликт не оказался законов веры. Зараскол, черпавший энергию в обряды верий, в обожествовлении формы, стал одной из причин русской катастрофы 1917 года. Путь к преодолению раскола был долг. Еще в XVIII веке возникло так называемое движение единоверия – возможность следовать тому или иному обряду при сохранении единства церкви. Именно такой образ действий предлагал свое время патриарх Никон. Поместный собор 1917-18 года не успел рассмотреть вопрос о старобрядчестве, новая власть разогнала делегатов. И только в 1971 году архиерейский собор Русской Православной Церкви безоговорочно аннулировал вынесенные 300 лет тому назад проклятие на дореформенный богослужебный обряд. Он был признан равноценным общепринятым, и любое осуждение дореформенного обряда, кто бы его в прошлом не высказывал, властью архиерейского собора вменено яко небывшее. Я рекомендую вам это, что называется, запомнить, понятно, а некоторым приходится зарубить это себе на носу, потому что до сих пор приходится слышать ругань и проклятие в адрес старобрядческих приходов и дореформенного богослужения обрядов. Доброй ночи!